73 годы тому на этом месте все было практически так, как и сейчас. На земле уже лежали листья и ночи были холодные. В новокольных лесах от оккупантов хавалась местовая насельница. Жахарка вёстки Климовка, Ганна Дудова, якой тогда было 10 годов, узгадывая. Заезжие часто были только сыроежки, какие ели сырыми и без соли. Почас одной из спроб износить хоть нечто иншее. Ее из мати зловили немцы и долучили до группы 37 человек с новокольных вёсток. Ца ельник, кровыш и неприбыток. Спочатку расстреляли семь мужчин, потом перешли до женщин с детьми. Девчонцы и ее мать пошанцевала выжить. У живых засталася и ящедная святка Анюта Лискина. Гэта даряча не прозвище, а вязковая мянушка. Гэта женщина и поведомила усе подрабязности. Говорит, кровь эту, все кровью залилось. Я, говорит, рукой согребла кровь с лица. Посмотрела, детки лежат, все битые, все расстреляли. Мертвые лежат. Я, говорит, стала прислушиваться уже, стала вспоминать, что случилось со мной. Вот. Ну, тихо. Их уже не слышно, немцев нету. Я, говорит, тогда согребла себе все это. Смотрю, Вера Чудраниха лежит. Это женщина цегельницкая. У той семеро детей или шестеро. Ну, что-то много детей было. Тоже лежит убитая. И все лежат убитые. На наступный день к этой местине вызволила червоная армия. Загинувших сбирали по лесу родные и близкие. У Татьяны Моисеенко подчас того массового забойства загинула тетка с трыма детьми. Дружили по соседству, так это Матьвей, мужчина, и тетка, моя маня, молодая, 25-го года, и дядька, 28-го года. Вот они забирали и привезли, я говорю, прямо у Сигельни на кладбище. Там и похоронили. Что в одной могиле два гроба, гробики. Значит, трое деток. Але на этом беды вязковцев не скончилися. У той же климуца карники заминировали некаких домов, молодары, яких хвалится в лесе. А про чатаго уся хатная живела оказалась отрученной. Стояли такие вот бадьи. И с белым каким-то. Даже у нас во дворе. И у нас была тёлка, савалась она большая уже. Наверное, корова была. Так тоже лежала во дворе отравленная. Потому что белого этого напелась. Вёзки и цагельник, каравычинь, климука, истнуют и зараз. Правда, на фронтах Великой Очины, у партизанских отрадах и от рук карников только у климуца загинуло больше 220 человек. Некоторые не дожили до вызволения. У тяго некольки дён. Вот этот будинок у вёзца климука. Ясчет до военная школа. Тут вот жилися дети до 7-го класса. Будинок войну пережил. А вот многие дети вызволения так и не дочекались. Олег Синчеров, Игорь Марищенко, Телерадо и компания «Гумель».